Добрый день, меня зовут Стридин Дмитрий, я ведущий инженер диспетчерского комплекса ООП компании «Волес Комплекс ДС». Тема нашего сегодняшнего доклада – диспетчеризация подъемных платформ для инвалидов. Если рассматривать классификацию подъемных платформ, условно можно их разделить на следующие группы. Это подъемные платформы для инвалидов с вертикальным перемещением и подъемные платформы с наклонным перемещением. Также можно разделить на платформы с шахтным ограждением, без шахтного ограждения. Если говорить о траектории перемещения, то платформа классифицируется на платформы с прямолинейной и криволинейной траекторией перемещения. Также среди платформ можно выделить аккумуляторные платформы и платформы, получающие электропитание от сети 220 или 380 вольт. Что касается нормативной документации, то основным обязательным документом, предъявляющим требования диспетчеризации платформ подъемных для инвалидов, являются правила организации безопасного использования и содержания лифтов подъемных платформ и так далее, которые утверждены в постановлении правительства 743. Оно говорит о том, что на платформе должна быть обеспечена двусторонняя переговорная связь между подъемной платформой, а также посадочными площадками и пунктом оператора или местом нахождения обслуживающего персонала. Также необходимое требование – это сигнализация срабатывания электрических устройств безопасности. Кроме правил, также существует ГОСТ 55641 2013 года, который называется «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения». Диспетчерский контроль, общие технические требования. Этот ГОСТ также предъявляет требования, которые заключаются в следующем. То есть должна быть обеспечена информация о срабатывании электрических устройств безопасности, информация об открывании дверей, крышек, шкафа управления и водного устройства и сигнализация о вызове обслуживающего персонала на переговорную связь. Это минимальный объем, который требует ГОСТ. Кроме того, ГОСТ предусматривает дополнительные функции. Это видеоконтроль зоны работы платформы, дистанционное отключение и включение энергоснабжения платформы и также дистанционное отключение и включение дополнительного освещения зоны работы платформы. Исходя из требований нормативной документации в части обеспечения переговорной связи, необходимо организовать переговорную связь между грузонесущей частью платформы, посадочными площадками и оператором или местом нахождения квалифицированного персонала. Посадочных площадок, как правило, две, но встречаются подъемники, где количество посадочных площадок более двух. Тогда необходимо обеспечить переговорную связь оператора с каждой из посадочных площадок. В настоящее время используется решение по диспетчеризации вертикальных и наклонных платформ, которое состоит из лифтового блока, расположенного на стационарной, то есть неподвижной части платформы, по которому по четырехпроводной шине КАН подключаются переговорные устройства, обеспечивающие переговорную связь и сигнализацию о вызове персонала на переговорную связь. Также на входы лифтового блока, находящегося на стационарной части, поступают сигналы о наличии напряжения, срабатывании цепи безопасности и открывании дверей шкафа. Выход лифтового блока управляет электромагнитным пускателем, позволяющим отключить электропитание подъемника. Переговорное устройство устанавливается на грузонесущей части платформы и подключается к лифтовому блоку по четырехпроводной шине КАН. Это решение применимо для вертикальных и наклонных подъемных платформ. Однако существуют платформы, которые имеют особенности. Эти особенности имеют аккумуляторные платформы. В чем заключаются эти особенности? Это отсутствие проводов между стационарной и грузонесущей частью платформы. Также вторая особенность – это переход на питание от аккумулятора при отключении электропитания 220 вольт. Ну и третья особенность – так как компоновка внутренняя данной платформы очень плотная, то отсутствует свободное пространство для размещения оборудования диспетчерской связи. Как пример можно привести платформы БК-350, БК-320 и «Инва-200» – это центр реабилитационной техники производитель, город Брянск. Город Москва производитель «Новопром» выпускает платформы А310 и А300. Они устанавливаются, кстати, в Лужниках. В настоящее время существует решение по диспетчеризации аккумуляторных платформ, которое заключается в следующем. На стационарной части платформы устанавливается лифтовой блок, и к нему по шинникам подключаются переговорные устройства. На грузонесущей части платформы устанавливается второй лифтовой блок, который через точку доступа Wi-Fi подключается к локальной сети или сети интернет. Так как на аккумуляторных платформах система управления расположена на подвижной части, то информация о наличии напряжения питания, срабатывании цепи безопасности должна поступать на входы лифтового блока, установленного именно на грузонесущей части платформы, то есть часть, которая является подвижной. Существующее решение по диспетчеризации является дорогостоящим, существенно избыточным в части большого количества монтированного оборудования. Поэтому для диспетчеризации платформ было принято следующее решение. Для установки на грузонесущей части платформы разрабатываются устройства, имеющие встроенный громкоговоритель, микрофон, информационные входы для снятия информации о наличии напряжения питания, срабатывании цепи безопасности, а также для подключения кнопки вызов и выходе в виде контактов в реле для управления электропитанием платформы. Это устройство будет через сеть Wi-Fi подключаться напрямую к лифтовому блоку, минуя точку доступа, что позволит исключить, соответственно, точку доступа и второй лифтовой блок, который мы видели на предыдущем слайде, который устанавливался на грузонесущей части платформы. Ну, это маленькое было решение другое, оно основывалось как бы вот... Нет, так как было вот это устройство еще не предполагалось разрабатывать, действительно применялось такое решение в начальных этапах, но... А ваше решение разве лучше в цене, потому что вы же франшивы ведете, а так... Здесь? Ну, оно уменьшится, вот не нужен маршрутизатор будет, точка доступа, но больше тысячи рублей, и не нужен второй лифтовой блок, который... На него по Wi-Fi соединяются переговорки, и он уже по Wi-Fi передает сигналы на общий домовой Wi-Fi сети. Ну, у этого решения есть минусы, как бы там есть нюансы, то есть модуль управления пускателем не может управлять постоянным током, то есть и другие нюансы, то есть поэтому, чтобы адаптировать вообще, чтобы было более приемлемо для инвалидных платформ, лучше выпустить новое устройство, которое бы имело входы, имело бы управлять нагрузкой постоянного тока, то есть более адаптированно для применения для инвалидных платформ. То есть, кроме того, данное решение позволит оптимизировать состав и стоимость оборудования, а также уменьшить время, необходимое для монтажа системы, то есть за счет уменьшение количества компонентов входящих в состав. На этом у меня все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ